Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, скайвеевский народ. Как меня слышно? Дайте обратную связь. Вячеслав Куреев уже дал мне 23 плюсика. Спасибо, спасибо, спасибо. Хорошо слышно. Я сразу поблагодарю Олега Сошникова за ассистирование на площадке. Спасибо, Олег. И спасибо вам всем, кто нашли время и желание послушать немножко меня. Ну и радейки за общее дело, естественно. Таким образом, о чем мы сегодня хотим поговорить, хотелось бы немножко, что актуально и важно знать, как всегда, вопросы. Причем вопросы я поставил повтор. Второе, это все тут многое сюда помещается, даже не стал писать. Вот, и поэтому здесь сейчас мы с вами пройдемся над тем. Хотелось бы, значит, в первую очередь поделиться. Большинство из вас, а может быть не все, знают, что я только что вчера поздно вечером вернулся из Вьетнама, из Ханое, Палонга. Вот, вместе, не один. Мы были вместе с Франтишиком Солором, вот, и ездили смотреть, разбираться. Там в первую очередь, конечно, это встречаться с лидерами. Это даже не лидеры, это эксперты и топ-эксперты. Их там сотни. Вот, они собрались с различных провинций. В один присест нам даже и не удалось это сделать. Мы два дня с ними встречались. И в субботу, и в воскресенье утром. Причем в 9 часов по ихнему времени. Народу было много, там больше 200 человек. Причем, там было сказано, что только эксперты и топ-эксперты. И каждый раз было более 200 человек. То есть, Вьетнам, впереди планеты всей, молодцы. Вот, много деловых вопросов, обсуждения. Их очень интересует процесс. Естественно, хорошо было принято все то, что происходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, и их интересовало, что происходит и в Экотехнопарке, в Минске и так далее. Поэтому, естественно, все было достаточно, ну, как бы, актуально. И каждый раз, ну, обсуждали. Вот я сейчас покажу несколько фотографий. У меня не самые удачные фотографии, но они, по крайней мере, показывают, сколько народа. Значит, это отсюда, вот, тут моя плешь видна. Над головой большое помещение. Народ стоял еще и здесь, и с другой стороны. Рядом так. Плюс, видите, там в коридоре сидят, слушают, смотрят. Вот, теперь это был первый день. И второй день, второй день народу был чуть, аудитория была у них чуть-чуть побольше. И тоже было народу очень много. Они все очень любят фотографироваться и общаться, задавать вопросы и так далее. Ну, в общем, актуально. Тут один из ведущих топ-экспертов в Вьетнаме, он тут прямо просил меня сфотографироваться, попросил, что покажите на вебинаре. Сказал, я ему это обещал, поэтому я здесь себя и показываю. Ну, и, естественно, мы были, видите, здесь видно, кому видно, кому нет. Могу показать, что у меня рубашка абсолютно мокрая. Пардон, и не только рубашка, а все то, что у меня еще их за ремнем. Вот, мы ходили в пагоду, это пагода, в ЛАИАМ. Значит, экспертиза и подготовка и как бы предварительное исследование возможности построить туда трассу продолжаются. Компания, с которой мы там сотрудничаем, она попросила нас подняться вместе с ними. У меня, к сожалению, тут не успел, не смог сделать все фотографии сюда перекачать, они не форматировались. Вот, ну, в интернете есть, в фейсбуке, если кому интересно, можете посмотреть. Вот, там прямо был такой вот молебен и отношение к их богам, чтобы они, как бы, там достаточно набожные люди, независимо от того, социалист, коммунист или кто. Вот, и попросили нас участвовать в этом деле. То есть, мы опять там участвовали. Подъем туда непростой, это там надо переехать озеро, доехать, переехать озеро, сесть на мотобайк, там сколько-то подвозят. И уже дальше невозможно, где-то один километр надо идти по каменистой, чуть меньше, может быть, по каменистой дороге. Это вообще там не очень просто подниматься и так же не просто спускаться. Но, тем не менее, это мы сделали. Очень интересные встречи, важные встречи были, кроме этого. То есть, обсудили, что и как дальше делать, и как там, перед комитетом есть провинции Кунянь, перед которой, Куннинг, извиняюсь, перед которой должна там соответствующее решение принять, чтобы разрешить, скажем, проектирование другой, другого вида транспорта на, ну, для этого, для этого проекта развития доступа паломников к пагоде Луиан. Вот, такой вопрос, значит, что касается Вьетнама. Теперь, что дальше? Значит, новости и вообще процесс. Что важно сегодня для заказчика? Вот, и даже на примере того, о чем была речь с возможным заказчиком, вот, с этой компанией ТУХА, которая, значит, в первую очередь, естественно, объединен на Арабские Эмираты. Что там происходит, с кем там встречаются и так далее. Они там сами не умеют смотреть, когда им показали, они были в восторге. Экотехнопарк. Что происходит в экотехнопарке? Они все время, как и мы, инвесторы, большинство из наших инвесторов, пардон, я думаю, что тут по ту сторону экрана сейчас сидит немало вас, вы меня простите, конечно, кто тоже задумал, а что у нас нового, а что у нас происходит, а сколько у нас уже трасс построили, а строим ли мы вообще? Да, мы строим, и в первую очередь мы строим, отрабатывая технологию, строим в Объединенных Арабских Эмиратах, в инновационном парке, в экотехнопарке, в Мариной Горке. Что это? Это первые проекты. Сколько трасс? Вот мне задали вопрос, я начал считать, может быть, я чуть-чуть ошибаюсь, но там шесть как бы линий или шесть трасс в экотехнопарке уже. Что, как читать? Давайте сейчас в детали не даваться. Если посмотреть, сколько километров, то уже пять километров построено. Понимаете? Ни много, ни мало, но пять километров уже есть. Там со всеми этими, и с, значит, транспортировкой, ленточной транспортировкой и так далее. Конверная ленточная транспортировка. Со всем этим местом, вместе пять, чуть даже, может быть, больше пяти километров, как считать. Очень важно им то, что делается в производственной части. Когда готовятся материалы на комитет по инвестициям и по финансированию и развитию, то, естественно, очень им важно, а что у нас, а производите ли вообще все, или может вы рисуете. Поэтому, когда показали, как у нас введен еще новый производственный комплекс, а что вы там делать будете? Я говорю, ну, туда переводится полностью все механообработка, а там, где сейчас механообработка, там расширяется производство юнипусов, юникаров и других средств передвижения. Транспортных средств, извиняюсь, системы SkyB. Поэтому это очень важно. Новое производственное комплекс. Плюс еще целый ряд других вещей. То есть отрабатываются технологии, и вот на этих площадках как раз и отрабатываются технологии. Они сначала не понимают, зачислено, да и мы не понимаем, что такое вообще сертификация. Все думают, что это какая-то бумажка, которую мы получим, и в это все. Нет, сертификат это фиксация лишь только того, что выполнены условия, по которым одно или другое, значит, один или другой вид транспортных средств, имея, ну, как бы он готов к эксплуатации. Дальше начинается его испытание, то есть проводятся еще его испытания на различных режимах. Это неоднократно Анатолий Эдуардович говорит, но нам тоже надо понимать, когда мы кому-то передаем, кому-то говорим и так далее. Потому что там очень много серьезных инвесторов подходили, с которыми приходилось говорить. Я даже не буду вам называть суммы, да, серьезные суммы, друзья, на которые они готовы, ну, готовятся в документы, готовы инвестировать. Но они спрашивали про это абсолютно профессионально. Это все надо уметь разъяснить. И мы тоже, мы уже неоднократно здесь, на нашей площадке говорили, мы об этом беседовали с региональными кураторами регионов и с топ-экспертами, что надо уметь подавать, как бы, инвестиционную правду, инвестиционную базу, базу того, что происходит, для инвесторов, крупных инвесторов. Когда задали в объединение, кто такие крупные инвесторы, в первую очередь, дорогие друзья, это подрядчики предприятия, юридические лица. Им это очень важно, чтобы они были лояльны, чтобы они знали технологии. Не потому, что где-то кто-то сказал, ой, давайте побежали быстро, давайте, значит, на конкурсы участие в возможности быть подрядной организацией в каких-то работах, там, по бетонированию, там, неважно, по установке чего-то, там, по металлоконструкциям или еще почему. А к этому надо быть готовы. Поэтому их это тоже очень интересовало. Значит, что еще по Вьетнаму выяснилось, очень такое, ну, скажем, интересно, но информативно, не столько интересно, сколько информативно. Значит, там, когда мы были в августе месяце, предыдущий раз с Франшишком Солором, это в начале августа, там стоял просто вот, ну, бум, понимаете? Там, знаете, как за телефонами, этими самыми, Apple-скими телефонами или компьютерами стоит очередь. Прямо вот, ну, вот люди прямо вот тряслись и хотели там, этот, криптоюнит приобретать, что вот там сейчас будут, все будут миллионеры после 16 октября. Я не случайно эту цифру сюда вынес, видите? 16-го десятых. А еще там появился так называемый приемный сын Анатолий Эдуардович, который устроил такой бардак там вообще в этом интернете, вот, который хаял, что воры. Он раньше хаял и СВИК, и хаял Skyway Capital, что это воры, это абсолютно обманщики и так далее. Вот он правильный инвестор, он, значит, обеспечивает все и так далее. Вот, потом он переметнулся к СВИК, и вот он там обещал, что все, все будем миллионерами после 16-го десятого, когда выйдет на IPO или СТО там. И так, и так, кто что говорил с ВИК со своими делами. Ну и что? И выступает уважаемый Анатолий этот самый Андрей Хабратов, что он говорит? Кто не знает, послушайте, не обязательно это слушать, могу просто сказать, что, друзья, подождите еще два года. А причин можно привести сколько хочешь. Я больше не буду угадаться в подробности. То есть, друзья, но надо понимать, значит, куда бежать, зачем бежать и когда бежать. Поэтому, давайте, тут вот я привожу всегда такой, ну, тупой, может быть, пример, но я его привожу, что одно дело, скажем так, что побежать, скажем, открыли мы с вами свой, скажем, пищеблок, бизнес, ну, столовую, ресторан, неважно что. И вдруг начинаем бегать в соседний ресторан. Почему? Да потому что там конфету дают каждый раз или что-то вкусное, или рюмочку дают после того, как ты отобедаешь там. Так где нам выгоднее из-за рюмки туда бегать или все-таки у себя обеспечивать свое производство или свой оборот своей компании? Да, конечно, у себя. Зачем туда за рюмкой бегать? Наработаем, будет, купим целую бутылку, понимаете? Ну, то есть, вот что-то типа этого, ну, это так, может быть, очень примитивно. Но, с другой стороны, это, так скажем, темная сторона дела. Хорошая сторона дела то, что там появились, несмотря ни на что, появились новые дополнительные возможности во Вьетнаме. Это не только Вьетнам, но Вьетнам характерный, потому что идет достаточно сильная, мощная подготовка, время покажет. Но заинтересовались, причем частные компании, заинтересовались, просили нас приехать, посмотреть там, объяснить и так далее. Ну, и теперь надо с главной компанией смотреть, значит, ну, предварительно, естественно, подготовить, провести так называемую предварительную экспертизу. И к вопросу о том, адресные проекты, не адресные проекты, мы не занимаемся адресными проектами. Это полностью епархия головной компании и группы компаний SkyWay. Но мы можем заниматься так называемой экспертизой и предпроектным исследованием, что мы по мере возможностей иногда и делаем. Так что вот столько, наверное, по Вьетнаму. И готовимся, будем смотреть. Теперь Нигерия. Сейчас идет большая подготовка к мощной конференции в Нигерии в начале декабря. Ваш покорный слуга вместе с Францишком Солором будем там. Сейчас там Кристиан Вандервьюер готовит эту конференцию вместе с куратором региона. Но и вопрос достаточно интересный. Нигерия, с одной стороны, непростая страна, с другой стороны, это 200 миллионов населения, друзья. Вот со всеми положительными, отрицательными моментами, какие там есть. Теперь еще очень важно понимать такую вещь, что я здесь написал ЕС, Евросоюз и Горизонт 2020. То есть заканчивается, я, может быть, где-то уже и говорил, но вам тоже напомню, что выяснился интересный момент, что закрывается период финансирования 14-20, извиняюсь, 15-20 год, так, в принципе, да, 15-20 год, а само финансирование идет до 21-го года. Вот, а средств осталось масса, причем в разделе по транспортным решениям и по логистике. И вот выяснилось, что есть целый ряд возможностей получить дополнительное финансирование на предпроектные исследования, которые нам очень нужны для головной компании, для всех нас вместе взятых, чтобы выяснить, какие условия, и так далее, и так далее. Здесь в Европе еще могло бы это делать все и должно было бы соответствовать. И как это выводить, и, ну, скажем, предпроектную базу выяснять, где это возможно. В Риге, в Таллине, там, в Литве, где тут поближе, чтобы недалеко ездить и затрат столько не нести. Вот, может быть, такая, как бы, годная часть для разминки. Посмотрим, что дальше. Хотел бы я вам сегодня рассказать. Значит, это, так называемая, здесь солянка собрана из различных вопросов, которые задают, задавали, задают, и, я боюсь, будут задавать. Вот, хочу прокомментировать. Одним из направлений легализации нашей, все задают вопрос, а как с нашими, значит, акциями, когда они будут, как бы, ликвидными? Не легализации, извиняюсь, а делать их ликвидными. Наших акций стал и будет развивать, я думаю, так, что это будет, он и есть, Skyway Global Token, и это именно он дает ликвидность акции в первую очередь. Потому что там сегодня как раз есть вопрос, что когда и как можно будет приобретать их, но это в первую очередь. Поэтому сегодня, мы немножко позже будем еще говорить о том, что как вообще дивиденды получаются и так далее. Вот, а большинство или, скажем, часть людей интересует, а когда можно будет продать какую-то часть акций. Вот, мое мнение, экспертное мнение, что это будет, скорее всего, через Skyway Global Token, потому что эта площадка, площадка блокчейн-платформа, она является средством более быстрого процесса превращения денег. Потому что, ну, что такое выкуп акций или же продажа акций? Это значит, продавцы-то есть, а покупатели кто? Понимаете? Вот, и это закрытое акционерное общество, евразийское, естественным словом, к самому обществу нет денег и так далее. Так что, вы хотите, чтобы с одной стороны, как бы, продавались акции? Я какое-то время назад, года полтора-два, говорил, что, в принципе, если бы компанию можно было юридически создать, то можно было создать компанию, которая начала бы заниматься, с одной стороны, то есть она превратилась бы в лавочку, которая скупала бы акции. Вот, и перепродавала бы чуть дороже. Но если это сделает главная компания, это нельзя делать. И начали потом эксперты разбираться, что потом, если такое сделать, потом у нас будут очень, если не сказать вообще, нельзя будет вообще выйти на IPO после такой вот как бы бэкраунда. Что кому-то дали это право или стали делать это сами. Хотя, в принципе, в понимании предпринимательства тут ничего страшного. Но в случае, если вы хотите, и мы хотим вывести акции на IPO и действительно сделать их доллар штука и выше, то, извините, этого делать нельзя. Но через ликвидность, через обмен они могут превратиться в какой-то степени, значит, возможными. И то не потому, что кто-то будет там их покупать. Нет, они будут обмениваться. А площадка платформы Skyway Global Token или платформа блокчейн, она Skyway, она будет сама производить и как бы продуцировать с проектов деньги. И вот тогда за счет прибыли это можно будет делать. И если вы посмотрите белую бумагу, белый лист, white paper, то там есть схемы так называемых поэтапности или периодов фаз вхождения к 1 июля 2020 года. Различные предполагались и предполагаются размещения. Но сегодня уже у нас как бы начало ноября, пока размещений, кроме как первое пробное, не было, когда 2000 или вернее 100 тысяч акций обменились на 2000 токенов. Теперь одновременно отвечу и на вопрос. Я не вижу сегодня никакой другой возможности, хотя расчетно можно все. Это задача головной компании, которая и разработчиков, кстати и разработчиков, все зависит от расчетов, какая могла бы быть на следующем этапе предварительное размещение. Все эти размещения предварительные до следующего года, стоимость или так называемая, ну да, обменная стоимость. Можно там не только на акции, но можно и покупать будут токены, скорее всего. Так, по крайней мере, предусмотрено в белом листе или белой бумаге. Вот, они будут, такие размещения будут. И в конце концов, в дальнейшем можно будет потом менять на токены. Токены станут, почему, почему этот длинный монолог ведут? К тому, что токены станут быстрее ликвидными, чем акции. В понимании, ликвидными в понимании вещь деньги, вещь деньги, понимаете? Вот, теперь, когда акции выйдут на биржу, вы будете, да. Так, значит, важно то, что понимать, что когда акции выйдут на биржу, мы будем решать, в каком банке мы их будем держать. Любой, или вы будете решать, каждый из нас, на свой акционный счет придется их положить. Это может быть любой банк, в любой стране, куда, где будет возможно. Не обязательно в стране вашего резиденства. Тут на эту тему можно много чего рассказывать, вот, но суть не в этом. Не надо здесь забивать, потому что многие задают вопрос, а как, а куда, а как мы будем декларировать, а зачем мы это будем декларировать. На этот счет, как я говорю, что это самое, есть третий пункт. Дивиденды, в каких единицах идей, сколько мы будем получать, мы это будем решать сами по мере поступления этой задачи. Но это можно будет сделать и в Skyway Global Token и хранить это в специальном криптокошельке, о котором мы тоже с вами говорили. Впоследствии я вам покажу эту схему, потому что, например, видите, можно хранять, когда я говорил вам о возможности, тут на английском, возможности Skyway Global Token, то хранить в совместимом кошельке, электронном кошельке, криптокошельке. И второе очень важное, с чего, по первому букву, что я говорил, внутренняя валюта Skyway, вот это Global Token, она становится внутренней валютой. И этим превращает наши акции, превращает их быстрее в, именно, как бы, ликвидность, доступность их реализации. Поэтому все вопросы, которые задаются по поводу того, что у нас и как там будет в будущем, вот через это будем решать. Другого, другого такого, как бы, сильного ответа пока не, ну, не имеет смысла. Хотя здесь можно порассуждать еще более длительно, но наша задача сейчас не в этом. Вот, и есть еще масса нюансов, я четвертый прямо написал, после того, когда он отвечался на вопросы, да. Сегодня, в прошлый раз я, по-моему, вам говорил, что мы сегодня не знаем, что будет вообще с мировой валютно-финансовой системой в конце этого года или уже на следующий год. Все, финиш, уже вот смотришь, и там туман, за которым стоят. И, как правило, кто выигрывает, выигрывает самый, то есть самый богатый, то есть банкиры и те, кто стоят вот у финансовых систем, источников, финансовых валютных источников. Мы с вами должны подготовиться, и поэтому вот то, что сейчас делает SkyWay, это является щитом, защитным щитом. Поэтому не надо лезть ни в какие другие особые системы, понимаете. Здесь давайте работать в своем ресторане, который мы с вами создали, или на своем предприятии, которое мы с вами учредили и как бы вот пестуем. И не надо бегать по чужим лавкам на эту тему. Я буду методично это вам рассказывать, помяните мое слово. Те, кто послушают, будут, скажем, в шоколаде. Вот, теперь, значит, вот это я вам показал, это очень важно. Еще раз о том, одну минуточку, я посмотрю, там на все ли я ответил. Так, это я показал, это я показал, это уже рассказал. Так, все. Еще раз, еще раз о дивидендах. Это очень близко, очень важно, но очень хорошо знать источники. В Турции выступая, значит, им очень понравилась аллегория, когда я сказал, что смотрите, дорогие друзья, что у страны дивидендов, или вообще у нашей базы дивидендов, есть три слона, на которых она держится. Раз, два и три. Это первое, проекты строительства Transnet, Skyway, то есть трасс. Это проекты, от каждого проекта соответствующая прибыль от 5 до 10%. Второе, это блокчейн-платформа Skyway. Это самый быстрый, скорее всего, я так думаю, источник поступления. Ну и третий, но наиболее объемный, это в конце концов будет компания по эксплуатации транспорта Skyway, в которых Global Transport Investment, в каждый будет участвовать. Почти в каждый, по крайней мере, это закладывается. Есть, как я вам уже говорил, иногда, где просто построили, от эксплуатации откупились. Или построили, заложили в проекте уже прибыль при строительстве и уже не участвуют в этой самой. И тогда здесь прибыль от проекта не 5-10%, а 35-40%. Понятно, да? Иногда заказчик не хочет, чтобы кто-то потом еще в эксплуатации участвовал. А только давал бы сервис обслуживания. Это немножко другие вещи, но это тоже будет источником, друзья. Понимаете? Так что здесь еще есть подразделы, с которыми вот эта линия будет давать доходы для компании GTI, из которой она рассчитает прибыль, отщипет от этого 20% от этой прибыли, передаст к Евразии, на Роскалисисе, холдинг, тот посчитает, разделит на все акции, которые выданы, есть, и на каждую акцию выдаст дивиденды нам, инвесторам. И мы, соответственно, занесем их, скажем, или же поменяем в токены, или же денежкой куда-то выведем и так далее, и так далее. То есть там много разных интересных моментов могут быть. Так, есть тут что с покупкой акции у того, кому за 75. Мария, значит, хороший вопрос. Так же, как и с этапом. Значит, Мавр свое дело сделал, Мавр сидит и ждет. То есть с Кавей Кэпитал мы свои расчеты провели, свои предложения головной компании сделали. Я надеюсь, что в этом месяце будут соответствующие объявления. По крайней мере, об этом шла речь, и я думаю так, что практически головная компания или группа компаний SkyWay в последнее время свое слово держит, несмотря на то, что прессинга очень много и дел очень много. Тем не менее. Поэтому я думаю, что в этом месяце мы узнаем, услышим. Давайте лучше откроем свой банк в Дубае, отойдя на себе. Ну, откроем дальше что. Банк – это хорошая вещь, но не самая хорошая. У нас есть блокчейн-платформа, нам банк не нужен будет, понимаете? Так, что там еще? Больше богатая и развита и эффективная. Энергетика развита и эффективная. Привет всем единомышленникам. Да, только вьетнамцев сотни. Почему сотни? Вьетнамцев значительно больше. Там вьетнамцев десятки тысяч инвесторов, друзья. Потому что там одних экспертов, новых экспертов, 56 человек, я им значки отвез. А топ-экспертов там тоже десятки, и это не так просто. Причем они все очень хорошо зарабатывают. Это так. Между прочим, значит, предприятие, которое мы создаем. Для непонятливых и передергивающих повтор, друзья. И, кстати, вам, Вячеслав Кулие, ЕКБ. Почему, значит, не только поэтому. Вот вы меня передернули, и проскочила такая информация. Маслов призывает там, значит, я понимаю, что вы пытаетесь на моем капитале, значит, себе поток лайков там организовать. Извините меня, не надо меня передергивать. Когда я сказал, что мы будем, как бы, почему в капитале так и не вводят арабский язык. Зачем? Зачем он сегодня в капитале нужен? Я потом еще покажу, что такое капитал и что такое свик. Понимаете? У нас там с партнерами есть договор. Капитал – это структура, которая является платформой. И вопрос в том, что если на рынке, а арабский рынок нам нельзя, или, скажем, мы договорились, что мы там не мутим, скажем, среду инвестиционную, а там арабы занимаются, наши партнеры сами этим делом, как они считают свою концепцию правильную, тогда нам там нечего делать. И от таких арабоязычных стран, куда это имело бы смысл, пока нет. Пока нет, как бы, региональных кураторов, нет регионов, куда это делать. Вот и все. А кому надо, тот и на английском разберется. То, что это один из пяти основных языков, ну, что, правильно, конечно, это хорошо. Но тут есть свои нюансы. И поэтому не надо говорить, что я призывал, что не надо на арабский язык. Нет, сейчас просто капитал это нерационально делает. Вот и все. В 23 странах 350 миллионов человек, население, а в одной Нигерии 200 миллионов. Так что мы, нигерийские все 64 на речи, что ли, должны перевести? Нет, только на английский, на английском языке. Все, даже не на французском. Вот. Там есть свои люди, которые это все организовывают и по мере необходимости доводят до людей. Так, это что касается повтор по поводу арабского языка. Сколько миллионов собирает фонд Кэпитал с начала года с разбивкой по месяцам? Сколько миллионов долларов фонд передал головной компании? Есть так. Еще раз про это. И к тому, что я не ухожу от вопроса, друзья. Но я вам хочу показать, что есть что. Смотрите, значит, что такое вообще Кэпитал? Кэпитал – это не компания, которая ведет свой бизнес. И это не лавочка. Кэпитал – она является агентом и гарантом. То есть она является площадкой. Знаете, как вы покупаете билеты на платформу, с которой вы сядете поезд и уедете. Эта платформа себе ничего не берет. Она отдаёт РЖД или железной дороги. От пассажира взяла деньги, передала сюда, ему обеспечило то, чтобы он проехал бы. Всё, всё, она себе ничего не осаждает у тебя. Никаких средств, ничего не берет. Сколько я ей дал, какую расценку железной дороги, ровно так и здесь. Есть инвестор, есть Кэпитал. Это платформа для обслуживания инвестиций. Кредитует он проект. Мы обеспечиваем, являемся агентом, чтобы в GTI это пришло. Но с другой стороны, GTI нам дал право гаранта инвестору, что мы обеспечим ему в случае, когда он захочет свой кредит конвертировать в акции, обеспечим ему регистрацию в Евразии, в Белоскопе, в Системс Голдинге. Всё. Мы ни акций в свои руки не берем, ни денег не берем в свои руки. Все средства, которые поступают, они поступают на счета GTI, но через посредства счетов платформы, которые контролируются тоже GTI. Понятно, да? Это площадка, это платформа. Теперь, что происходит у нас с другой стороны, друзья? Вот где надо было бы посмотреть, а какой здесь баланс. Хотя, тоже с другой стороны, а какого лешего вообще в лавке рыться? Смотрите, что здесь происходит? Инвестор покупает обучение в надежде, что он получит подарок акции. Как акции образовываются? Акции очень просто образовываются. Накапливаются средства у Свига и Андрея Хавратова от покупки этого обучения. И они, сколько они там обещали, свою химию разбили в этой лавке, да? Акции закупили у Свига. И, извиняюсь, у Global Transport Investment ему денежку отослали. Сколько у них тут по расчетам произошло все, да? И, соответственно, акции прошли, как бы, подарочно. Ну, и они тоже гарантируют, что они, как бы, обеспечивают регистрацию. То, что подарили, это зарегистрировали. Хотя бы это сделали, и слава Богу. Понимаете? Но это подарок, и это лавка дарит, или это магазинчик. Понимаете? Не хочу обижать. Это магазин. Это площадка и платформа. Не надо Божий дар с яичницей путать. Поэтому, какие отчеты у платформы? Никаких. Понимаете? Потому что здесь нет у него своего бизнеса. Мы служим только GTI. А здесь, наоборот, он ведет бизнес GTI. Вот и вся разница, друзья. И об этом говорил как раз Анатолий Эдуардович, когда он тут выступал в конце нынешнего лета и рассказывал, что и как фермер Гвиницкий делает, и что делают скупщики его продукции. Но это отдельная история. Нет, вы именно ушли от вопроса. Работа по арабским странам и языкам идет. Ну, что? Ну, идет. Правильно, Гули? А дальше что? Ну, и от чего я ушел? От какого вопроса? Сколько надо, столько ведется. Поэтому, значит, ничего тут не надо передергивать. Все, закрыли тему. Я больше не буду с вами дискутировать и прошу больше меня не передергивать. Так, значит, смотрим дальше, друзья. Что у нас еще тут осталось? Смотрите. Значит, у нас еще осталось кое-что. Значит, что я вам еще хотел объяснить. Значит, извиняюсь. Целый ряд задается вопросов. И когда мы беседовали с нашими кураторами регионов и топ-экспертами пару дней назад, вторник, то там был вопрос, и Григорий Михайлович попросил, чтобы было отдельно. Это я не отвечаю, скажем, не выполняя его просьбу или рекомендацию. Это просто немножко здесь тоже на нашей площадке объясню, что такое нотариальное завещание, значит, и как можно... Потому что люди задают вопросы, вот кто-то собирается выходить, ну, извиняюсь, все мы не вечны, вот, есть инвесторы, которые, ну, беспокоятся, что будет после того, когда они уже не будут больше на этой земле, вот, хотели бы сейчас что-то отрегулировать и так далее. Хотя, в принципе, можно так и так, вот. Вот, но есть нюансы, когда человек заранее пишет завещание, то тогда следует его завещанию, хотя оно вступает в силу, там, через определенный период в зависимости от стран, вот, вступает все равно в силу завещание нотариально, причем нотариальное завещание нотариуса оформлено у поверенного нотариуса, государственный поверенный нотариус, это в разных странах по-разному. Вот, у нас вообще, например, в Эстонии сейчас действует институт нотариусов, которых вообще частных нотариусов нет, хотя это частные компании, но они лицензированы государством, вот, и они там по всем строгостям и всем законам государства, это как бы государство их поверило, поверило, дало им право заверять документы, там, проверять различные вещи и гарантировать сторонам сделку нотариальную. Есть страны, в которых есть и государственные, и частные нотариусы, но, например, в России, я знаю, большинство или, скажем, определенная часть нотариусов не имеют лицензии, они не поверенные нотариусы, хотя щеки надувают и, в принципе, ну, если, там есть свои нюансы, не будем не даваться. Важно, еще раз, поверенный нотариус должен завещание зафиксировать, вот и все, у него должен быть реестровый номер государственный. Если такового нет, то это все фуфло для компании, которая будет потом заниматься или смотреть это завещание. Теперь, что вообще завещается и что есть, какое имущество? Личный кабинет, одно имущество, портфель акций, выписка из регистра или реестра компании, это второе. Вот, это как бы две таких основных, два основных имущественных момента, и очень важно, когда человек делает завещание, указать следующие вещи. Кому он завещает, теперь что он завещает, перечень акций по номерам, и название, соответственно, это Евразийный Релсковый Систем Холдинг, это Евразийный Релсковый Систем Холдинг 2 или Евразийный Релсковый Систем Холдинг 3, вот, указать, в каком из них соответствующий номер акций. Далее, указывается логин личного кабинета и право на его использование. Если этому, ну, как бы, завещаю, кому это завещание пишется, дается это право. Задается иногда вопрос, а как с кодом или, скажем, логин и, ну, код в код, да, значит, как с этим? Его здесь не надо указывать, компания сама технически, значит, разберется и это сделает. Самый важный факт логина. Не указывать стоимость акций, просто номера. Потому что иногда рвутся указать, что, смотри, я тебе завещаю, сынок, там, или, там, не знаю, там, внученька, завещаю тебе миллион акций, по миллион, это миллион долларов. Нет, это по номинальной стоимости, это никому не надо это указывать. Почему? Потому что они являются пока внутри компании. И зачем с этого платить, значит, налоги? Первое, налог нотариуса, потому что он рассчитывает от стоимости сделки свой, свой, как бы, бонус. И плюс с имущества, на которое эта сделка делается, государственной госпошлина. Поэтому оценивайте имущество не более 100 долларов. Это такое посильное для большинства или для всех посильная расчетная сумма и все. Понятно, да? То есть, вот это основные такие четыре вопроса. Значит, и еще очень важный момент, дорогие друзья, это то, что завещание можно и нужно делать только родственникам первой линии. Кто такой родственники первой линии? Это муж, жена, дети, это, значит, приемные дети. И по каким-то там другим причинам родственники, отнесенные к первой линии. Там есть целый ряд причин, нотариус вам объяснит. В разных странах там есть нюансы. Вот. И что здесь очень важно? То, что, сделав завещание, предположим, я или Иванов, Иванов вот тут сидит, здесь, например, он захотел и сделал завещание, там, я не знаю, там, хороший знакомый или родственнику, там, троюродному какому-нибудь дяде, там, или троюродному брату, например, который там моложе его на много лет, или, ну, или с ним одного возраста. Ну, сделав жесть. Теперь ушел Иванов из командировки, вернулся в мир иной. Вот. А наступил момент, что происходит? Родственники первой линии оспаривают это завещание, говорят, там, больной был, там, или еще что-то, или они являются родственниками первой линии. И она становится предметом больших судебных разбирательств. Понимаете? Даже несмотря на то, что было сделано завещание. Такого характера завещание, они сильно, как бы, находятся под ударом. Поэтому не спешите, делайте все с умом. Но вот, что касается завещаний, это вот такая, такая вам информация для тех, кому это интересно. А брат, брат является тоже родственником, но, значит, брат, 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 по-моему, первой линии, могу ошибиться, по-моему, первой линии тоже. Родители, это первая линия, конечно. Если они есть еще или уже родители. Брат тоже, по-моему, первой линии, да. Внуки, внуки, они первой линии, но они там соответствующего, над соответствующим характером. Хороший вопрос задаете. Пароль, Олег, спасибо. Так, пароль, пароль, а брат? Брат, брат, брат. Он первый, но во второй очереди, по-моему. Да, первая линия, но вторая очередь. Так есть там еще и очереди, кстати, в большинстве стран. Когда будет дарение рассматриваться, дарение пока не рассматривается, потому что, что его рассматривать? Дарить можно? Видите, я же вам показывал, что дарение... Господи, куда тут делось это дарение, я не туда пошел. Значит, смотрите, вот такие дарения, очень сильно оспариваемые вещи, друзья. И лучше дарением не заниматься, потому что дарить. Нотариально можно все, что хочешь сделать, только есть ли в этом смысл? В общем, вопрос. Дарение точно так же в нотарию может сделать факт оформления, что да, Иванов подарил Петрову. А кто такой Петров? Ах, Бог его знает. Родственники потом 33 раза оспорили, сказали, не в своем уме был Иванов, когда дарил еще Бог знает чего. Понимаете? Так что не спешите с дарением. Завещание – это другое дело, дарения нет, дарить нельзя. Дарить можно будет только тогда, когда они станут предметом, уже биржевым предметом. Вот когда они будут в обороте, тогда можно дарить. Понятно, да? Тогда вы можете подарить, сразу передали право, а там уже кто хочет, если хочет, спорит, не хочет, не спорит. Это пока нет машины, нечего ей дарить, понимаете? Как только машина появилась, ее мог подарить, пошел оформить документы, и Петров уже ездит на этой машине. Пока машины нету, нечего ей дарить. Я, когда получу машину, тогда я подарю тебе, Петров, машину. На пути к тому, когда я получил машину, мой сын, там, я не знаю, там, жена спорила, сказала, слушай, Иванов, ты не совсем в уме в своем, какого лешего ты Петрову машину подарил? Или еще чего-то, или там машина еще не в обороте. Теперь, если потом выяснится, почитайте документы, самый важный аргумент, если потом выяснится, что до срока отчуждения, фактически дарение, это уже является, как бы, сделка отчуждения, до срока, а есть такие пункты, Евразия, Нарелосковый Систем Холдинге и Глобал Транспорт Инвестменте, что никаких отчуждений акций делать нельзя до момента вывода на биржу. Все, понимаете? Это одна из причин, кстати, и потому, что до сих пор компания внутренний, как бы, выкуп не делает, потому что его тоже, в принципе, можно потом оспорить, как сделка. Значит, отчуждения. Если не было сделано соответствующих изменений в уставных документах, если вы, кто-то мне скажет, ну да, хорошо, а если будут через токен, тогда должны быть соответствующие изменения, сделанные в учредительных документах, что позволяется делать то-то, то-то и то-то. Понятно, да? Когда будет дарение, раз, мы говорим, мама хотела сестре подарить, троюродной сестре. Ну, вот я вам объяснил бы это, что с дарением так, как есть. Пускай лучше сделает завещание, что сестре или там троюродной сестре, а все остальное, как я уже объяснял, все может потом быть. Сын, мать, там вы, извиняюсь, другие родственники первой линии потом могут это дело оспорить. Лучше это не делать, не заводить и не оставлять после себя больших проблем людям. Так, что у нас здесь еще осталось с вами? Еще я хотел, это я вам объяснил, показал. Так, хотелось бы вам еще вот что сказать существенно. Кто-то скажет, ну масло совсем уже замусолил. Не устану повторять, ибо это является как бы очень важным. Решается первая фаза, это сертификация SkyVay технологии и выход на рынок. Тихо по-тихому мы выходим через экотехнопарк, инновационный парк, через шаржу, через массу, там больше 10-15 проектов, которые на различных стадиях подходят. И важно, что мы переходим во вторую фазу, вот мы уже на 14 этап перешли или перейдем скоро, 15 этап не за горами может быть, так, подэтапы там будут, не будут, видно будет. Вот, все зависит от того, как будет ситуация. Освоение рынка транспортных систем. Вот следующая фаза, она уже началась в 2018, сейчас плавно нарастает, и до 35-го года, по моим прогнозам, будет мощный такой, как бы, дальше будет тоже, ну уже, скажем так, как по накатанной будет идти. Активная фаза, во второй фазе активный период будет 18-й, 20-й, 35-й год. Новые технологии, технологические проекты во второй фазе вводятся, это уже как бы следующий блок, это первый, это следующий или дополнительный блок, потому что отсюда будет тоже хорошие возможности заработать. Global Transport Investment, ну, кстати, да, Global Transport Investment, это, значит, сумма наших дивидендов, вот, с 20-го по 35-й год, новая технология. По этому поводу, в ближайшее время мы будем встречаться в конце, скорее всего, ноября или начале декабря, будем встречаться с головной компанией, и, может быть, возьмемся за один или несколько проектов технологий по выведению их на рынок. То есть, технологии-то тоже новые технологические проекты, их тоже надо вывести на рынок. А какие? Да, это вакуумное стекло. Мы используем его в своих транспортных средствах, но его можно вывести на рынок. Мотор-колесо, абсолютно, его можно просто тем самым уменьшить себестоимость тех мотор-колес, которые мы выпускаем для всех своих юнибусов, юникаров и юни-виндов и вообще для чего-то еще. Если выпускать еще и, допустим, для каких-то катеров, для каких-то вагонеток, для каких-то еще чего-то, и вплоть до того, что для каких-то самокатов, например. Почему бы и нет, понимаете? То есть, это второе. Третье, это может быть и вполне гумус, потому что это мощнейший средств, которым не имеет право экотехнопарк, не само Скавеевский, а заниматься. Это надо отдельно подготавливать, отдельно выводить и так далее. Но это мощнейший бизнес. В нашу кассу, в конечном итоге, в Скавеевскую кассу, кто-то спросит, а что я с этого получу, кто я инвестировал? Это другой расчет, там надо разбираться. Ну и третья фаза, это, естественно, начнется с 27-го года. Это мой прогноз и будет продолжаться до 2050-60-го года, может быть. Это околопланетная ОТС, транспортная система. Может быть и быстрее. Может быть жизнь заставит как можно быстрее это все уводить туда, на околоземную орбиту. То есть тут масса, и естественно, конечно, дорогие друзья, пока мы тут с этими фазами занимаемся, на первой фазе уже создано, или, скажем, зачатие произошло блокчейн-платформы Скавей, и она становится одним из мощнейших источников накопления средств наших дивидендов. Если вы посмотрите, вот она здесь, вот она здесь. Я его с центральным слоном и поставил под ту платформу, на которой формируются наши дивиденды. Какие тут еще вопросы? Сколько токенов по не стоимость проезда по трассам? Сергей, ну откуда я могу сказать, сколько токенов? Считать надо. Зависит от трассы, зависит от расходов и так далее. Трасса, например, Санкт-Петербург-Москва, или трасса, скажем, автобусная станция, аэропорт где-то. Это разные вещи. Сколько токенов планируется, да. Так что тут надо, Олег, на орбите к тому времени мусор почистить надо будет. Надо будет, конечно. Там, может быть, и будет одно колесо заниматься чистой мусора. Есть, конечно, другие варианты, как это все сделать. Так, значит, и еще. Там еще были вопросы, сейчас я вам, значит, прочитаю. Кроме этого, я вам сейчас еще почитаю. Значит, когда инвесторам можно будет приобрести Skyway Global Token? Вначале будут покупать, задается вопрос, вначале будут покупать Skyway Global Token крупные инвесторы, или у всех будет одинаковое условие для покупки токена? Ну, я уже кое-что, значит, Максим задает этот вопрос. Я уже кое-что по этому поводу сказал. Период, точно сроки неизвестны. Могу только сказать, что период, ну, от сегодняшнего дня и до 1 июля, он будет разбит и, скорее всего, уже разбит на несколько этапов. Можно посмотреть white paper, там увидите. Вот, я сейчас на вскидку просто не помню. Там было, сколько было, 3 или 4 этапа. С каждым этапом надо было накопить суммы. Но там, значит, и по какой цене, я сегодня не знаю, не могу сказать. Вот, начало продаж будет объявлено. И какая начальная цена? Если за деньги надо будет узнать, я просто не знаю, не могу сказать. Это от расчетов зависит. Какое накопление, под какой проект, потому что ведь просто так нельзя. Я не знаю, сегодня там не видно, с какого проекта начнут предлагать токены. Если мне скажут или вам скажут, что вот этот токен, значит, это не в целом под Skyway. А может быть скажут, что да, вот, например, под автоматизированную систему управления всей платформы и так далее. То есть у нее такой-то выхлоп в конечном итоге будет ежегодный и так далее, и так далее. И поэтому этот токен стоит столько-то сегодня. Но вопрос в том, что если мы сегодня скажем, что этот токен стоит столько-то, то как он будет завтра? Этот колебаться рыночный спрос будет от того, какие проекты, когда вводятся, какова их себестоимость и так далее. Поэтому трудно сегодня сказать. Ну и еще тут был вопрос, просили там его не зачитывать, я его не буду зачитывать, смысл в другом. Потому что люди сетуют, что возраст уже за 60, много неприятностей в семьях бывает, средств денежных не хватает. И людей очень интересует то, когда можно будет как-то реализовать какие-то акции. Поэтому мы тут думали на эту тему. Я с вами поделюсь, вы первые, кто сейчас это услышит. Мы еще со теми, кто подготовили Всемирный фонд «Экопланета», и фонд готовится сейчас, документация по содержанию самого фонда кооперации акционеров-инвесторов, инвесторов-акционеров. Вот одна задумка есть там, что кроме всего прочего, этот фонд на свои средства мог бы и делать так называемый, как бы, ну не выкуп что ли, а если об этом договориться с головной компанией, если юридически правильно оформить, то можно было бы делать так называемое, не инвестирование, извиняюсь, а материальную поддержку акционеров под акции, которые у них есть. Но там есть свои нюансы, что не все так просто. Если это удастся так правильно юридически провести, то скорее всего мы это сделаем. Но это опять-таки если и когда, мы сегодня не знаем. Поэтому, как вариант, это к тому или из той серии, что над этим мы думаем, постараемся сделать, что можно, так, чтобы этих людей поддержать. Их, естественно, немного, и поэтому, а поддерживать людей надо. И поэтому вот над этим мы тоже думаем, как это лучше сделать. Так, что может быть, просто надо будет определенную сумму завести, а теперь с одной стороны, как бы, деньги даешь, с другой стороны, резервируется, значит, какое-то количество акций, а в Евразии, наверное, с колесистым сходом ставится на резерв, и потом они будут там куда-то переведены. Но там юридически очень много заморочек, сейчас не буду вас морочить этим. Так, вполне интересно, как идет работа по юнимобилю и на какой стадии? Юнимобиль, вы имеете в виду, юнимобиль какой? Это для инвалидов, что ли, юнимобиль? Ну, работают над ним. Я не считаю, извините, а, спасибо, понял. Значит, я не считаю, вот, как бизнесмен, какой хороший там, плохой, по крайней мере, как экономист, я не считаю этот проект эффективным, вот, потому что там ничего особо нового нет, кроме как, в мире очень много существует, никто же сегодня не исследовал, по крайней мере, а кто еще выпускает аналогичные автомобили для инвалидов, понимаете? А их очень много кто выпускает, понятно, да? У нас есть свои преимущества, есть свой рынок, поэтому работа это не наш бизнес этим занимается, там, даже не занимается, потому что сейчас средств нет. Это один тоже из возможных проектов, который, может быть, будет предлагаться вывести на рынок, потому что это то, о чем мы говорили, что вот надо выводить, извиняюсь, не туда пошел опять, это то, что опять-таки надо будет выводить вот сюда, освоение рынка, юнимобилей, через новые технологии выводить их тоже вот тут, под фазу, как бы на рынок выводить. Посмотрим. Так, дорогие друзья, наше время, приятные встречи, по крайней мере, для меня точно, подходит к концу. Я достаточно, как бы сегодня, так, прошелся по разным важным моментам, на мой взгляд, надеюсь, что что-то добавилось у вас. И я, поэтому, очень, как бы, счастлив, что это удалось сделать. Желаю вам всем доброго здоровья, это самое ценное, что у нас есть, спокойствия, рановесия, впереди непростые времена, ибо нас угораздило, и мы долго стояли в очереди на это время жить в этом мире. Вот, и это надо достойно все пронести и сделать все, что от нас зависит, к тому, чтобы все было лучше, чем могло бы быть. Или, как говорили раньше, хотели как хуже, а получилось лучше, чем всегда. Вот давайте к этому стремиться, а не к тому, что получилось хуже, чем всегда. Лучше, чем всегда, и будем позитивными. Всего вам доброго, берегите себя, своих близких, строй сковень, спасай планету. Всего доброго, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok